Добрый день! Сейчас немножко видео сниму, рассказ про как врезать форточку, когда у вас теплица стоит. Много видео по этому поводу снимали. Если у вас теплица коньковой формы, то есть домиком или же каплевидная капелька, то есть с коньком и с какой-то прямой частью, то вы можете установить форточные блоки наши треугольные, так называемые. Форточный блок состоит из двух форточек на одной стороне и с другой стороны форточек. Так вот, если у вас все уже смонтировано и собрано, вам нужно вырезать треугольник по центру и с другой стороны, то есть с двух скатов. Вырезали треугольник, следующий этап, вам нужно установить вот такой уголок, но сначала надо одеть торцевой профиль, вот он выступает П-образный, то есть вот эти края закрыть. Вставили, потом значит идет уголок, он идет длиной метр двадцать, вам его надо подрезать вверху, то есть вот тут он просто вставляется сюда, как видите в конец, так, так. А там, если вот увеличить, ну темно, наверное, то вот в том месте, где длинная остается сантиметров двадцать, он просто с одной стороны ножницами подрезается и загибается внутрь, вот он вот там вот идет и крепится на саморезы. Здесь также он крепится вот к этому прогону, оттуда клопом. Все, треугольничек сделали, тот, который треугольничек вы вырезали, вырезали из поликарбоната, вы его прикручиваете к раме форточки с саморезами 5,5 на 19 с шайбой. Все, следующий этап, надо накрутить, вот тут идет установочный уголок, он идет длиной где-то сантиметров тридцать тридцать пять, сорок на сорок, его прикручиваете к коньку, вон два видите, самореза торчит, вот они, видите, самореза, раз, два, отверстия даже есть, то есть в самом уголке. Прокручиваете шуруповертом, прикрутили. Следующий этап, накидываете просто форточку сверху на эти уголки и стяжками прикручиваете, вот они, стяжки, все видно, через вот эти вот отверстия, да, по две штуки, ну вот вроде бы если, это ручной с палкой, это термопривод, если автоматически, то надо делать хоть как перемычка, чтобы была куда крепить автомат, по-другому никак, вроде бы краткая, четкая, если будут вопросы какие-то, задавайте, пишите, расскажем и покажем.